Всем привет! Продолжаем рассматривать советы по эффективному использованию языка C++. И сегодня очередной совет от Скотта Мейерса из его книги «Эффективное использование C++. Третье издание». И там у него есть правило 18. Гласит оно так. Проектируйте интерфейсы так, чтобы их легко было использовать правильно и трудно неправильно. Что же это означает? Можно сказать чуть по-другому. Проектируйте интерфейсы классов так, чтобы их, как было сказано, легко можно было правильно использовать. То есть это у нас нет никаких ошибок компиляции, предупреждений. И неправильно, чтобы их сложно было использовать неправильно. То есть это означает, что в идеале, если тот, кто будет пользоваться вашими интерфейсами, вашими классами, и если он будет использовать их неправильно, то идеал это у нас программа не собирается. Либо там плюются предупреждения. Ну и давайте рассмотрим небольшой пример. Вот у нас есть класс, который описывает дату. И на первый взгляд здесь вроде бы все у нас хорошо. То есть у нас есть конструктор, который список инициализаций. То есть в этом конструкторе мы можем уже там передавать, то есть создавать объекты дата. И что-то типа такого. Дата. Так, немного увеличим. Вот дата и какая-нибудь там D1 будет выглядеть вот так. Первое, второе, там 2018. Вот, то есть на первый взгляд все у нас отлично. Но это на первый взгляд. Ничего не мешает пользователю допустить вот такую вот ошибку. 2018. Дальше 25 какой-то день. И вот здесь 18. В этом случае предполагается, что... Ну давайте вот тут даже 2. То есть у нас есть разные страны. Вот и в разных странах есть разный порядок. Где-то принято сначала год идет первый, потом месяц, потом день. У нас же в нашем регионе наоборот. У нас сначала день, потом месяц, потом год. Но в любом случае вот эта вот запись уже потенциальная... Содержит потенциальную ошибку. Потому что у нас уже в день уйдет 2018 день, что уже неверно. В месяц уйдет 25. Нету 25 месяца. И год второй. Ну такое мало ли может быть. Вот. Поэтому вот здесь уже очень легко использовать неправильно. То есть наш интерфейс спроектирован не совсем хорошо. Ну давайте его спроектируем. Попытаемся сделать так, чтобы вот такая вот запись вызывала ошибки компиляции. Здесь можно придумать несколько способов. Но сейчас я приведу пример из книги того же Скотта Мэйерса. А потом рассмотрим еще немного другой альтернативный способ. Так вот, Скотт Мэйерс говорит, что здесь неплохо было бы ввести такое понятие, как контроль типов. То есть что это означает? Это нам как минимум надо ввести новые типы. Вот. Ну и новыми типами у нас будут день, месяц и год. То есть сейчас я напишу и рассмотрим. Готово. Смотрите, я ввел отдельных три типа. Это день, месяц и год. Помимо всего прочего, вот такое ключевое слово EXPLICIT. Вот. Что это такое, вы сейчас узнаете. Так вот. Три ввел типа. Дальше. Наш класс дата изменился. У нас вот эти вот уже переменные не целочисленные, не int. А это уже объекты определенных классов. И вот здесь я четко указываю, что это день, месяц и год. И в этом случае, в первых двух случаях, где у нас, ну в данном случае вот у нас некорректная была запись. Вот здесь мы уже получаем ошибку компиляции. Это уже очень хорошо. Дальше. Дальше у нас вот дата 3. Теперь здесь явно указывается, что это день, что это месяц, что это год. Если же мы, ну пользователь, вдруг неправильно додавайте D4 и поменяет местами. К примеру, сначала укажет первым год. То, соответственно, конечно же он получит ошибку компиляции. То есть здесь уже у него, кроме как правильно использовать этот интерфейс, у него других вариантов нет. Так вот. Что же такое explicit? Вот это указание того, что конструкторы, то есть объекты, которые создаются с помощью вот конструкторов с таким ключевым словом, должны указываться явно. Вот здесь явно указывается день, месяц, год. Но давайте для года уберем explicit. Ну давайте сначала уберем явное указание, что это год и попробуем собрать. Мы получаем ошибку, потому что здесь нужно явно указать, что это год. Но теперь давайте уберем explicit это и попробуем собрать. Все у нас собирается. Почему? Потому что здесь идет неявное преобразование в год. Что компилятор видит? Компилятор смотрит дату, смотрит там есть год, да, третьим параметром. И он видит, есть конструктор, который на вход принимает целочисленное значение. Значит он неявно вызывает вот этот конструктор, вот, с этим параметром, да, с одним параметром. И создает объект год. Вот поэтому, поэтому тоже можно допустить ошибки. Поэтому explicit нам в этом случае очень сильно поможет. В том, чтобы мы, в том, чтобы заставлять пользователя указывать явно типы, то есть указывать явно конструкторы. Вот. То есть это вот такой один вариант. Его можно, конечно же, расширить, то есть улучшить. Что я сейчас сделаю и вам покажу. Готово. Смотрите. Немного был улучшен, даже не то, что немного, по-другому совсем представлен класс, то есть тип месяц. Здесь добавили статические функции. И вот у нас январь, декабрь, ну между январем и декабрем все остальные месяцы, которые возвращают объект с правильным значением. Сам конструктор мы скрыли. Мы скрыли в секцию private, вот, и он у нас скрыт. Теперь смотрите. Для создания даты. Теперь здесь уже можно номер месяца не указывать, потому что кто его знает, это считать, а какой же этот месяц. Мы все знаем прекрасно все месяца по их названиям, да. И теперь, вызывая статическую функцию класса месяц, мы четко указываем в дате, да, что нам нужно. Нам нужно в данном случае 1 декабря 2018 года. Вот так мы создаем, и все у нас отлично, и все у нас прекрасно собирается. Если же мы попробуем месяц с конструктором вызвать, а этот конструктор скрыт, ну в общем, все больше и больше ограничиваем пользователя в свободе выбора. Но здесь этой свободы и не нужно. Мы проектируем интерфейс класса, то есть мы должны проектировать интерфейсы класса так, чтобы их было легко, правильно использовать и очень сложно использовать неправильно. Вот. Ну, кроме всего прочего, думаю, вы должны понимать, что нам еще нужно делать какие-то проверки. В данном случае вот эта запись корректна 32, но 32 дня нет ни в одном месяце. Соответственно, в этом случае сборка произойдет отлично, все будет хорошо, но данные некорректны. И вот здесь нужно что-то делать. Ну, конечно же, в конструкторе нам нужно проверять диапазоны. Но что делать, если мы вышли из диапазона? Ну, в этом случае давайте рассмотрим второй пример. Сейчас я его вам напишу и покажу. Итак, готово. Давайте попробуем выполнить сейчас вот этот код и посмотрим. Так, 20 дата, 20... Ну, да, есть такие даты. Все нормально. А вот даты с номером 0 нету. Ну, и при этом мы получаем исключение. Вот, что я сделал. Я создал вот такой классик в типе day. Invalid day. Invalid day это просто у меня будет исключение, которое я буду генерить, если же дата некорректна. Вот. В данном случае дата некорректна. А вот у меня есть функция, в которой я делаю проверку. Если день больше 0 и меньше 32, значит дата корректна. Но вы здесь должны прекрасно понимать, все зависит от задачи. Вы должны прекрасно понимать, что для каждого еще месяца, в каком-то месяце может быть 30 дней, в каком-то 31, а в каком-то 27 или 28. Точнее 28, 29, что там в феврале. Ну, вот видите, я сам уже не помню. Вот, то есть зависит от высокосного года. То есть это можно где-то уже вот здесь все проверять, корректно ли дата. В зависимости от месяца и месяц, количество дней может зависеть от года, высокосный или не высокосный. Но это все детали реализации. То есть самая главная идея. То есть в этом случае мы проверяем корректность даты и генерим исключения. Соответственно, это все добро. Так как мы уже начали использовать исключения, значит это все надо оборачивать в кетч. И в кетче, ну, три точки это все другие исключения. А в этом случае давайте попробуем словить инвалид дэй. Вот так вот. Правильно? У нас же инвалид дэй. Да. Ага, вот. Дэй. Инвалид дэй. Ну, так как мы туда ничего не передаем, то потом можно оставить без параметра. Сиаут. И давайте выведем инвалид дэй. Так, вроде все сделано. И теперь давайте попробуем запустить это наше добро. И отлично, отлично. Но при попытке выполнить этот код у нас произошло выброс исключения. И вот мы получили инвалид дэй. Некорректная дата. Ну, соответственно, какой смысл работать дальше, если у нас дата некорректна. Но все зависит от задачи. Мы можем при некорректной дате не генерить исключения, а тупо там присвоить значение по умолчанию. Это все зависит от задачи. Так вот, вот еще, да, один из способов, как, точнее, это дополнительный способ, как обрабатывать уже ошибки. То есть, первое, мы создали типы. И теперь неправильно использовать этот класс довольно-таки сложно. Нужно приводить к типам. Ну, если мы здесь не дэй будем использовать, а просто 20. Ну, в общем, это целый там ворох проблем. Вот. Ну, давайте еще быстренько взглянем еще на одно улучшение. Сейчас я напишу и покажу. Готово. Что я сделал? Я сделал, убрал класс месяц. И записал сюда, то есть, вместо класса месяца создал перечисление с областью видимости и назвал его месяц. И вот здесь перечислил все наши месяца. Далее, далее, далее. Ну, вот я еще для примера просто создал функцию DefaultDate, которая по умолчанию, как бы дата по умолчанию. Она стартует, к примеру, у нас, ну, вот, задача вот так вот установлена, что 1 января 2000 года. Теперь смотрим на создание, процесс создания даты, да. Объявление объектов типа дат. Вот. Мы указываем явно день. Дальше. Перечисление с областью видимости. Мы указываем, что это месяц. И указываем, что это декабрь. И год. Вот. То есть, уже мы от одного класса ушли. Хотя надо это уходить, не надо. Все зависит от задачи. Но в этом случае уже, вот, вот, в этом случае уже есть некое улучшение. И проще использовать, да. Кроме всего прочего, так как это перечисление с областью видимости, то все у нас, этот explicit, он, как бы, можно сказать, остается. Мы не можем написать вот так вот просто двоечку и не получить ошибку компиляции. Если бы это было обычное перечисление, то мы получили бы, ну, давайте просто, и нам сделаем вот так вот. Попробуем собрать red declaration, а, D1, D3, давайте. Ну, вот. Чего тут нет доступа? Ладно, я понял, давайте. В общем, давайте D3, 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 NM class. Вот. В любом случае, как бы, если мы сделаем обычное перечисление, вот, то будет неявная конвертация в это перечисление. Вот. Поэтому предпочтительнее использовать, предпочтительнее использовать перечисление с областью видимости. Вот, как в этом примере. Далее. Я добавил, к примеру, вот такую функцию, DefaultDate, которая, как я уже сказал, дату по умолчанию. И есть у нас конструктор без параметров. То есть, есть конструктор с параметрами, где мы четко указываем дату, а есть без параметров. И дата у нас создается по умолчанию. Соответственно, можно нам убрать вот конструктор с параметрами и получить дату по умолчанию. Вот. Кроме всего прочего, конечно же, в, казалось бы, такой простой тип, как дата, нужно добавить ряд функций, ряд удобных функций. Что-то типа add-day, add-manet, и td, и tp. Там проверку высокосности, которая будет возвращать true или false, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, чтобы было удобно работать, чтобы у пользователя свести, точнее, чтобы свести к минимуму возможность пользователя использовать наш тип неправильно. Но, думаю, для старта я, в принципе, все рассказал. То есть, этот класс по хорошему дата, он будет немаленький. И реализация тоже здесь будет немало, да. Там проверять день от номера дня зависит месяц. То есть, в одном месяце 30 дней, в одном 31, и т.д. и т.п. Но, в целом, я думаю, идею вы поняли. Поэтому, что следует запомнить, да. Давайте подытожим. Вот. То есть, хорошие интерфейсы легко использовать правильно и трудно использовать неправильно. То есть, вы должны стремиться обеспечить эти характеристики ваших интерфейсов. Вот. Для обеспечения корректного использования интерфейсы должны быть согласованы и совместимы с встроенными типами данных. Для предотвращения ошибок применяйте следующие способы. То есть, создание новых типов. Ограничение допустимых операций над этими типами и ограничение допустимых значений. Вот. А также освобождайте пользователя от обязанностей по управлению ресурсами. Ну, к примеру, если вы там выделяете память, то пользователь об этом должен не знать. Все это должно происходить автоматически. Да, чуть не забыл. Мы же используем уже все возможности нового стандарта. Соответственно, вот. Совет от того же Скотта Мэйерса. Какой был? Везде, где есть возможность использовать вот инициализацию. То есть, у меня было видео по объяснению разницы между фигурными скобками и обычными при инициализации объектов. Так вот. Ну, к примеру, смотрите. Как оно нам поможет. День вы решили хранить в чар. Чар, чар, чар. Вот. И давайте попробуем, попробуем. И вот здесь тоже изменим на чар. К примеру. И попробуем собрать. Что мы получим? Все у нас хорошо. Да. До тех пор, пока этот день будет браться откуда-то вот отсюда. Д. И мы попробуем сюда втулить Д. Попробуем собрать. Ну, собирайся. Что мы получим? Мы получим предупреждение сужающее преобразование. Оп. Как мы видим, вот уже, как минимум, вот такое преимущество уже появилось. То есть, потенциальную ошибку предотвращаем. В этом же случае у нас приведение типа. Контроль сужащего преобразования не происходит. И в результате потенциальная ошибка. Потенциальная ошибка почему? Потому что вот здесь может быть значение 300. Ну, к примеру. Ну, это, к примеру, да. Соответственно, 300 в чар никак не влезет. Вот. И поэтому мы получаем такое предупреждение. Ну, в принципе, в общем, все. Не буду уже затягивать. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Комментируем. Ставим лайки. Ну, и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok